Пасхи Одним из эпизодов празднования Пасхи является пришествие жен Мироносец ко гробу Господню. Это было как раз в светлое Христово воскресенье. Они, не зная о воскресении Христовом, пришли к его гробу для того, чтобы помазать тело казненного Спасителя специальными ароматами, которые и назывались миром. Это помазание умощает тело и оказывает ему некое духовное уважение. И вот жены Мироносецы, увидя пустой гроб и ангела, который в этом гробу сказал им, что вы ищете здесь Христа распятого, но его здесь нет, он воскрес, впервые стали свидетелями этого праздника Христового воскресенья и предвоздвестниками, глашатаями этого события перед другими апостолами. И вот этот день, это воскресенье, оно обязательно вспоминается в Святой Православной Церкви, потому что жены Мироносецы – это особое женское служение, это особая роль женщины, которую они играют в Православной Церкви. Что можно сказать об этой роли? Женщины, пожалуй, не были великими богословами, женщины не были, может быть, великими проповедниками и миссионерами, хотя мы знаем, например, о равноапостольной Марии Магдалине и равноапостольной Нине, крестительнице Грузии. Но женщины всегда были спутницами, о которых в Евангелии сказано, что они служили Христу и апостолам имуществом своим. Они помогали в спасительной миссии Христа, помогали в его служении. После смерти и воскресения Христа они помогали апостолам, они служили зиконистцами и оказывали помощь в крещении и воцерковлении христиан в первоинствующей церкви. Конечно, женщины были мученицами. Мы вспоминаем о святой великомучнице Анастасии Узарешительницы, мы вспоминаем о великомучнице Екатерине, великомучнице Проскеве, о мучнице Татьяне Римской и многих других древних мученицах и новомученицах российских, которые отдали свою жизнь за Христа. Сейчас мы вспоминаем этот великий женский подвиг, мы говорим о том, что женщина не является чем-то в церкви особенным. Как писал апостол Павел, нет ни елена, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, все единого Христе и Иисусе. Но в этом единстве женщины не выставляются на первые места. Они обретают особое место смирения, скромности, служения и тем самым демонстрируют то место, которое женщины на самом деле должны играть в мире. Не должны быть какими-то великими руководителями, не должны быть какими-то героями в мире, а должны своим женской добротой, женским смирением, женским самоотверженностью и служением давать миру то духовное наполнение и ту славу, тот христианский дух, которого, может быть, мужское служение ему и не даст. Светский безбожный мир, он празднует Международный женский день 8 марта. Этот день установлен и даже в советских законах прописан как День международной солидарности и борьбы трудящихся женщин за свои права. И вот даже само слово и формулировка «борьба женщин за свои права» она очень антихристиански звучит. Потому что в христианстве человек не борется с внешним противником за какие-то выгоды и привилегии в этом мире, а борется со своим внутренним врагом, с грехами, бесами, искушением за то, чтобы войти в совершенство, за то, чтобы лучше исполнить свое христианское предназначение. Поэтому светский праздник 8 марта, который часто становится и истолковывается как праздник торжества женщин над мужчинами, как праздник прославления женской плоти, как праздник прославления вот какого-то женского мирского нахождения в этом мире и господства над мужчинами, это праздник, который, наверное, не могут поддержать православные христиане, а хотели бы призвать наших сограждан, братьев и сестер по вере, чтобы они праздновали день жен мироносец, в которых мы духовное значение женщин не умоляем, а наоборот превозносим и даем ему то место и достоинство, которое оно заслуживает. Субтитры создавал DimaTorzok